спасти тебя. Поэтому иди к той женщине и скажи, что ты согласна, что её тоже заберём. Дай ей поручение. Например, в назначенный день пусть она устроит пожар. Но одну вещь она никогда не узнает. То, что я уже знаю. Как в любви, так и в преступлении третий лишний. Любовь и преступление не терпят третьего. Когда наступит тот день, ты выйдешь оттуда одна. Потому что больше я не разделю ни с кем, ни свою любовь, ни своё преступление. Оторвались. Ты оставайся тут. Нет, я не согласна. Оставайся, я сказал. Я пойду один. Тот дом через улицу. Это моё преступление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чёрт подбери! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чёрт подбери! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вашу мать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все в порядке? Включи зажигание. Иду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я поведу. Скорее. Ты что, попался? Тебя заметили? Не знаю. Они позади нас. Едут за нами. Они тебя заметили? За нами никто не едет. Не заметили. Мы это сделали. Сделали, говоришь? Картину забрал? Я сделал уголчонок. Забрал картину. Я ее украл. Официально украл. Все было супер. Да, Халил. Я сейчас назову номер телефона. Пусть определяют его координаты. Срочно. Чей этот номер? Не время задавать вопросы. Я кое-кого ищу. Срочно. Поеду посмотрю там, где видел его. А тебе отправлю сообщение. На всякий случай. Уже надоело. Сбавь скорость. Не привлекай внимания. Отец говорил, что первые полчаса очень важны. Черт возьми. Полиция! Ничего, это не похоже на облаву. Как это ничего? Нас поймали. Что будем делать с галчонок? Здесь галчонка нет. Я милек. Что? Али, представь, что я милек. Допустим, ты устроил побег жены, и полицейские остановили вас. Что бы ты сделал? Не знаю. Не знаю. Али, представь, что я милек. Сижу рядом с тобой. Ты позволишь им поймать меня? Нет. Вы превысили скорость. Выходите из машины. Брат, подойди на минутку. Мы оба мужчины. Войди в мое положение. Если сейчас выпишешь штраф, дома жена все пойдет. Ты меня понимаешь? Смог я тебе объяснить ситуацию? Судьба моей семьи в твоих руках. Не губи меня, брат. Войди в мое положение. Уладил? Уладил. Али, не могу поверить. Тебе удалось меня спасти. Удалось. Удалось, милек. Милек. Продолжай. Будь более естественным. Куда мы поедем? Где будем прятаться? Пока ничего не знаю. Зато хорошо знаю Стамбул, милек. Я знаю Стамбул, как свои пять пальцев. И куда мы едем? Ты же хотела медовый месяц. Вот у нас медовый месяц. Не притворяйся. Просто мы потерялись. Муж меня потерял. Муж меня потерял. Что ты сказала? Потерял ведь. Нет, что ты сказала до этого? До этого? Сказала мой муж. Муж. О, Боже! Держите меня, Семера! В самом деле, куда мы едем? Я многого не знаю. Зато хорошо знаю Стамбул, моя женушка. Женушка. Дай. Беги, беги, беги. Замначальника едет за нами. Супер! Десять баллов! Замальника. Десять баллов! Одне забYN. Десять баллов! Продолжение следует... Десять баллов! Добрый вечер. Я Азан, из полиции. Что там случилось? Кража. А что, украли? Пока известно о краже ценной картины, но мы продолжаем осмотр. Улики есть? Пока нам мало что известно. Одна девочка его видела. Говорит, вор был мужчиной среднего роста. Это уже слишком. Простите? Да так, ничего. Алло. Комиссар, пока что... Забудь про телефон. Давай по номеру машины. Так. Быстро проверяй. АЭ номер 688-0. Пробей по GPS. Давай, быстрее, быстрее. Торопись. Возможно, люди-председатель едут за нами. Бежим в убежище? Побежали. Доверься мне. Мне тоже не хочешь сказать, куда мы идем? Нет, это сюрприз. Аллей, посмотри сюда. В каком виде мое свадебное платье? Всё, всё, уже пришли. Па-па-па-пам. Вот здесь. Как здесь? Да, здесь. Ты что, не доверяешь своему мужу? А ты уверен, что это здесь? Вот и наш номер люкс для медового месяца. Ты что наделал, парень? Наш номер люкс для медового месяца. Ну как? Великолепно. Говорят, там, на дне моря, почивают двое влюбленных в моем и век. Это было в 1595 году. Янычар по имени... Зихирали... Влюбился в жену и мама. В красавицу Хатидже. Конечно, пламя любви погасить невозможно. Они решили вместе бежать. Хатидже была замужем. И всё равно Али её похитил. Но... Командир Янычар обнаружил их. И сообщил горюющему мужу. Любовь — это преступление. За любовь всегда приходится нести наказание. А мы... Мы тоже должны быть наказаны. Да, нам придётся написать собственную историю. Командир, я хочу. Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь нас никто не найдёт. Не найдёт парень. Мы же здесь уже бывали, так ведь? В нашу первую свадебную ночь. Я тебе тогда рассказал одну историю, но ты до конца не выслушала. Расскажи теперь. Командир Янычара нашёл красавицу, хотя Джейзи, хиро Али. Посадил их на лодку, и они отчалили от берега. Добрались на тот берег, в Топхане. Там красавицу Хатеджа бросили в морскую пучину, а Али привязали к дулу пушки. Командир Янычар поджёг фитиль, куски тела Али разнеслись по воздуху и упали в ту же пучину. В летнюю ночь 1595 года влюблённые соединились на дне моря. Али. Что я тебе говорил? За любовь всегда надо отвечать. А ты спросила, нам тоже придётся? И нам тоже? С первого дня, как я полюбил тебя, одно чувство не давало мне покоя. Мне казалось, что я совершаю ошибку, но... Расскажи. Это же я, Мелек. Но ты же... Ты прекрасна, как ошибка, Мелек. И я готов нести наказание. И готов каждый раз совершать эту ошибку. Каждый раз Моя Мелек. Мелек. Моя Мель. Да, Халил. А кто из наших проверяет систему GPS? Серкан. Скажи этому Серкану, что у него всего 10 секунд. Если не обнаружит, я сам приеду туда. Я и так нахожусь в упале. Клянусь тебе, этот Серкан тысячу раз пожалеет, что на свет появился. Но, господин комиссар... Раз. Два. Три. Четыре. Пять. В топкане. Машину обнаружили перед мечетью в топкане. Отлично. Но скажи этому Серкану, он у меня еще попляшет. Когда хочет, сразу находит подлец. Прости меня за недавнее. Послушай, я не сержусь. Я тоже вошла в роль. Так неожиданно все произошло. Так ведь было? Да. Это не считается. В конце концов, мы оба ничего не почувствовали. Да, не почувствовали. Ведь это же невозможно. Конечно, нет. Мы ведем бестолковый разговор. Что толку, если бы я даже что-то почувствовала? Ты же никого, кроме милек, не замечаешь. Спасибо. Ты настоящий друг. Пойми меня. Не сердись. В жизни я больше всего хотел бы, чтобы на твоем месте сейчас сидела милек. Милек. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Али! Галчонок! Давай, приляг. Ты очень устал. Хорошо. А я пойду принесу поесть. Никуда не ходи. Вдруг попадешься. Ты уже забыл? Я же милек. Тогда бы ты уже давно ушла. Ладно, счастливого пути. Эй, Галчонок! Азан? Вот вы и попались. А ты что здесь делаешь? Лучше ты скажи. Что вы тут делаете? Уже занимаетесь ограблением? Что? То, что слышала, Галчонок. Где Али? Уйди с дороги. Азан! Пусти меня. Азан, стой! Чем вы здесь занимаетесь? Ладно, не шуми. Я тебе все расскажу. Давай, иди сюда. Чем вы здесь занимаетесь? Рассказывай. В общем, мы... Слушай, Галчонок, улицы, где я вас видел последний раз, кишмя кишит полицейскими. Кого вы ограбили? Это ваших рук дело? Ну, конечно, иначе зачем вам сюда приезжать? Но ведь... Что? 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 Налево. Налево мы пошли. Понял? Мы никого не ограбили. То есть как? Али с тобой... А почему бы и нет? Ты же сегодня спрашивала о такой возможности. Вот и случилось. Допустим, но зачем тогда бежали? Мы не обязаны отдавать отчет кому-либо. Нам было интересно, чем это закончится. Хотели остаться наедине. Теперь все понятно? Али же с Мелек. Хватит. Все Мелек да Мелек. Я ошибалась. Али уже надоело вранье Мелек. И он ко мне неравнодушен. Уже признался. Я его притащила сюда, где нас никто не мог бы найти. Мы хотели побыть вместе. Разве это преступление? Конечно, конечно, не преступление. Тогда я вас... Оставлю одних. Хорошо. Нашел. Ты лучше спи. Остался последний шаг. В семь утра мы должны быть у капитана. Отец говорил, что он не любит ждать. Эй, ты думаешь о своем муже? Да. Клянусь, я тоже. Не в том смысле, конечно. Этот человек мне жизнь спасет. Спокойной ночи тебе тоже. Спокойной ночи, парень. Спокойной ночи, моя Мелек. Спокойной ночи. Быть может, когда чего-то очень сильно желаешь. Наступил день побега. Это тоже преступление. Капитан. Значит, удалось. Удалось. Ты это сделал, сынок. Взнос сделан. Через десять дней, ровно в семь часов. Здесь же я передам вторую часть. Со мной будут моя жена и дети. Не успеете глазом моргнуть, как будете в Греции. Спасибо. 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 Мелек, у тебя посетитель. Опять? Сядь, я хочу с тобой поговорить. О чем же? Еще не поздно. Что? Ты же говорила, что вы с Али нашли друг друга. Больше никого не будете любить. Никому не удастся вас разделить. Да, говорила. Хочешь, чтобы я передумала? Он уже передумал. О чем ты говоришь, Азан? Как ты... Как ты можешь? Эта девушка сказала, Мелек. Я тоже не поверил. Но пошел и проверил. Это была правда. Вчера ночью твой муж, тот единственный, которого ты безумно любишь, изменил тебе. Парень. Парень. Парень, тебе это удалось. Ты меня похитил. Могу я тебя кое о чем попросить? О чем? Не называй меня больше так. Репетиция окончена. Алло. Я знаю о твоих планах. Ты кто такой? Человек, которому известно многое. Кто ты такой? Это что, шутка? Недавно ты передал капитану Вилли ту картину, которую вчера ночью украл у Джилиля Ханлы. Мне позвонить в полицию и сообщить об этом или рассказать о том, что скоро похитишь свою жену из тюрьмы. Опять? Сядь, я хочу с тобой поговорить. О чем же? Еще не поздно. Что? Ты же говорила, что вы с Али нашли друг друга. Больше никого не будете любить. Никому не удастся вас разделить. Да, говорила. Хочешь, чтобы я передумала? Он уже передумал. О чем ты говоришь, Азан? Как ты... Как ты можешь? Эта девушка сказала, Мелек. Я тоже не поверил. Но пошел и проверил. Это была правда. Вчера ночью твой муж, тот единственный, которого ты безумно любишь, изменил тебе. Парень. Парень. Парень, тебе это удалось. Ты меня похитил. Могу я тебя кое о чем попросить? О чем? Не называй меня больше так. Репетиция окончена. Чем сильнее у человека желание, тем больше препятствий на пути к его достижению. Алло. Я знаю о твоих планах. Ты кто такой? Человек, которому известно многое. Кто ты такой? Это что, шутка? Недавно ты передал капитану Велиту картину, которую вчера ночью украл у Джалиля Ханлы. Мне позвонить в полицию и сообщить об этом или рассказать о том, что скоро похитишь свою жену из тюрьмы? Ты ведь хочешь ее похитить, разве нет? Слушай, ты что, сумасшедший, что ли? Что ты несешь? И ты не один. Кое-кто тебе помогает. О какой помощи речь? Какая помощь? Твоя жена тоже в курсе. Признайся, учитель. Кто ты такой? Будешь слушать меня. Хочешь еще подробностей? Ладно, допустим. А что тебе от меня надо? Сто тысяч лир. Наличными. Сколько? Тебе решать, Али? Стоит ли твоя семья сто тысяч? Иногда От любимой тебя отделяет препятствие в виде решетки. Иногда Смертельная болезнь. Иногда Сомнение. А иногда Всего лишь один человек. Кто эта женщина, Али? Эй! Вставай. Давай. Пошли со мной. Давай. Саадет Мертел. Почему ты здесь? Член организованной банды, госпожа замначальника. Да. Неправда. Ты здесь потому, что заставляла невинных женщин заниматься проституцией, продавала их. Получила шесть лет, но просидишь всего два года. Почему? За хорошее поведение, госпожа замначальника. Неверно. Потому что стучала на друзей. Госпожа замначальника, может, я что-то не так сделала? Зачем вы меня вызвали? Здесь есть кое-кто. Зовут Мелек. На нее ты тоже должна стучать. Как всегда это делала. Но на этот раз работаешь на меня. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова